Я была права Я была права Я была права Во второй части пойдет речь о том, как сконструировать мир Спасибо Дени Сергеевне, она уже часть работы за меня выполнила У меня остается самое легкое Спасибо, Толкин И в третьей части немножечко поговорим о том, как выглядит этот мир победившего разума И возможен ли он вообще, может быть его никогда и не будет Вот о пессимизме и оптимизме в этом отношении мы тоже поговорим Итак, что такое разум? Ну, по крайней мере точно со времен Канта, может быть и раньше, разум противопоставлялся рассудку Все наше знание, говорил Кант, начинается с чувств, потом переходит в рассудок и заканчивается в разуме Чем же отличаются рассудок и разум? Рассудок принято считать типом мышления, который сконцентрирован на чем-то земном, обыденном, повседневном Я вот сегодня кефир купил, не знаю, может это интересно кому Но это я сделал в полном своем рассудке, в таком состоянии Это не был безрассудный поступок с моей стороны Хотя я иногда их совершаю Ну, в данном случае купил кефир, он не просроченный Что же делает разум? Разум Разум это тип мышления, который направлен на познание А я бы сказал на общение с божественным, с абсолютным, с чем-то высоким, превосходящим нас Ну, в общем-то вся литература, на мой взгляд, я имею ввиду достойная литература Посвящена разуму Хотя там есть моменты, которые касаются и рассудка Но та мораль, тот смысл произведений, который мы выводим Он всегда имеет отношение к типу мышления, которое называется разумом Еще одно противопоставление, которое делают для разума Это противопоставление ему тела Есть разум, есть тело Разум, возможно, вечен Может слиться с божественным Тело бренно Ну, а скажите, пожалуйста, есть здесь психологи? Нет психологи? Есть? Хорошо Так вот, ваши коллеги провели один эксперимент В качестве, как это называется, подопытных Или как контрольная группа, не важно Подопытные Выбрали людей и показали им карты И действуя одним образом, выбирая определенные колоды карт Выбирая оттуда карты Можно было прийти к большому выигрышу А выбирая колоды из других карт Можно было прийти наоборот К большому проигрышу Так как эксперимент, как у всего психологов, был бесчеловечным То подопытным заранее не сказали Какие их действия приведут к выигрышу, а какие к проигрышу Но правила игры были достаточно просты И поэтому после нескольких ходов люди разбирались в ситуации И те, кто поумнее, те, собственно, и выигрывали Но суть эксперимента была не в определении IQ А в том, чтобы посмотреть, какова физиологическая реакция на выбор И получили интересные эксперименты Еще до того, как рассудком или разумом Участник эксперимента приходил к верному выводу То есть начинал выбирать из той колоды, которая ведет к выигрышу Тело уже начинало давать такие физиологические реакции Которые свидетельствовали о правильности или неправильности выбора Например, если игрок тянулся к неверной колоде, к неправильной То у него появлялись верные симптомы стресса Повышенное потоотделение, учащение пульса Тело реагировало на неправильный выбор Но рассудок, ну или разум, если угодно, еще не осознал этого Выводы я не делаю из этого эксперимента Можете решать сами, существует ли до сих пор противопоставление разума и тела Или оно снимается Может быть, человек гораздо более целостное существо, чем мы привыкли о нем думать Итак, когда мы говорим о разуме Особенно в контексте научной фантастики Очень интересно подумать, какие вообще виды разума существуют Сейчас есть достаточно много теорий Выделяют и 5, и 7 видов интеллекта Все они очень интересные, полезные, нужные Но только, наверное, научная фантастика озабочена тем Чтобы представить какие-то невероятные виды разума Внеземные или из параллельных миров Или еще какие-то, что им там взбредет в голову этим фантастам Это только им известно Поэтому, когда мы встречаемся в научной фантастике с темой контакта То это всегда контакт между разумом Мы к этому вернемся на примере творчества Саймак Итак, подытожу первую часть Разум нужен нам для того, чтобы общаться с чем-то более высоким, чем мы Может быть, это коллективная, бессознательная, содержащая ценности Может быть, это какая-то продвинутая внеземная цивилизация Может быть, это бог И, переходя ко второй части Я скажу о том Как связан разум и прогресс И какова технология конструирования мира На основе вот этого вот разумного подхода Итак, научная фантастика Это, в принципе, область литературы Жанр литературы Который призван исследовать плоды прогресса Не важно, какие они хорошие или нехорошие Это уже такие этические оценки Добро и зло И вот этот жанр исследовательский Он, видимо, и дал эпитет научная фантастика Потому что видов фантастики, как вы знаете, довольно много Итак, что же представляет собой прогресс? Прогресс Это основанное на убеждении человека Явление В котором отражается взгляд на то, что мир развивается Он идет к какому-то результату И не важно, промежуточный это результат или окончательный Научные фантасты сделали свой вклад Наряду с футурологами, с прогнозистами В эту сферу И этот вклад очень интересный С помощью научной фантастики можно посмотреть Как пойдет прогресс в параллельных мирах Тема множественности миров Она очень распространена у научных фантастов Вполне возможно, что эти миры Ничуть не отличаются от нашего Какие-то моменты, которые, на первый взгляд, незаметны, но смущают Второй тип, который можно рассмотреть с помощью научной фантастики Это тип прогресса Когда, как правило, в будущем происходит все то же самое Мир не рухнул, ничего не произошло такого сверхъестественного Просто то, что происходит сейчас Как бы экстраполировано в будущее С поправкой на какой-то коэффициент прогресса Ну, например Полет человека в космос Это произошло в 20 веке Происходит и сейчас Ничего необычного Хотя необычно, но уже ничего необычно Тогда что делать фантасту? Что? Он напишет Ну, полетел человек в космос Что здесь такого-то? Уже все, Гагарин слетал Тогда надо подумать Как вот то, что происходит сейчас Будет в будущем развиваться Вот те вот зачатки космических путешествий Которые есть уже сейчас Как они разовьются со временем в будущем Это второй тип исследования прогресса Третий тип исследования прогресса Это когда фантасты Представляют себе А что если где-то В каких-то там мирах Все идет не в том темпе, как у нас Ну, либо медленнее У нас уже Homo sapiens А там еще земноводные где-то Ну, достаточно вспомнить Жюли Верна Невероятный мир Или наоборот Все слишком быстро Мы еще здесь Homo sapiens А там уже какие-то сверхгоминиды Какие-то сверхлюди Может уже и не люди Может какой-то чистый разум уже И четвертый Последний Выявленный мной Тип исследования прогресса В научной фантастике Это исследование пути эволюции Пути прогресса Ну, может быть Обратили внимание Здесь в библиотеке Этажом ниже В зале каталогов Есть робот Обратили внимание? Хорошо А вот представьте Что этот робот Когда вы к нему подошли Сделать селфи Сфотографироваться Вдруг приобнял вас И начал шептать слова любви Или стихи какие-то Представили, да? Ну, вроде как Ничего необычного Если посмотреть на современные Выставки робототехники То мы там увидим Все, что угодно И пляшущих роботов И танцующих И поющих И играющих в театр Там уж чтение стихов Это лишь одно из Немногих умений Которые они там могут демонстрировать Преимущества роботов Очевидны Какие в него стихотворения Заложил Те он уже никогда и не забудет В отличие от человека Вот это четыре типа Исследования прогресса В научной фантастике Теперь, каким образом Можно создать фантастический мир В научной фантастике Разумеется, это жанр литературы В нем все остается Как в обычной литературе Конфликт, сюжет, персонажи, детали Все, как мы привыкли В школьной литературе Но есть некоторые особенности Вот как раз об этих особенностях Я и скажу Первое, что нужно сделать Научному фантасту Вдобавок к тому, что делает Обычный писатель Это выявить некоторые Базовые предположения Которые нас окружают Сделать это не так-то просто Они на то и базовые Что они настолько привычны Стали нам Что мы их не осознаем уже Мы их не выделяем Из окружающего мира Здесь довольно много вариантов Мы берем любое предположение Которое может быть выражено В поговорке В привычном взгляде на мир Например, возьмем фразу Труд сделал из обезьяны человек Неважно, как мы к этому относимся Тем не менее, такая фраза есть Она популярна Что здесь постулируется? Здесь постулируется Эффективность труда Эффективность в смысле эволюции Прогресс Трудишься – развиваешься Не трудишься – не развиваешься Что может сделать фантаст? Например, он меняет Говорит, что Зачем нам труд? Мы и так очень хорошие люди Уже все развитые Трудиться уже не надо И я вас уверяю Вы найдете немало фантастических произведений В которых наступила некая эпоха Всеобщего благоденствия Например, решена проблема бедности Проблема голода Проблема, я не знаю, работы Не надо ходить на работу Может, для кого-то это проблема Какое бы мы базовое предположение не взяли Скорее всего, оно уже отображено В каком-то фантастическом произведении Например, есть из юридической практики Мы привыкли, что сначала совершается преступление А потом, как говорил Достоевский Что? Наказание Но сначала преступление А потом уже наказание Конечно, в нашем мире есть Такие случаи, когда есть наказание без преступления Есть преступление без наказания Но так, чтобы было сначала наказание, а потом преступление Да, такого еще как бы не встречалось, а вот в научной фантастике встречается. Пожалуйста, ордер на убийство, лицензия на убийство, и вы погружаетесь в мир, где персонаж сначала отбывает срок, а потом уже решает, что ему с этим делать. То ли окно разбить, то ли жену убить. Выбор за человека. И очень интересные этические последствия у этого изменения базового предположения. Представляете, вернулся из тюрьмы человек, который уже отсидел срок, а преступлению он волен выбирать, какое хочет. Что вы от него будете ожидать? Обидели ли мы его когда-либо? Будет ли он намстить? Не будет. А каково этому человеку выслушивать извинения за те обиды, которые он, может быть, даже и не предполагал, что ему они были нанесены. Поэтому, когда мы выделили базовое предположение, очень интересно изменить это базовое предположение. Это второй пункт. Изменение, трансформация базового предположения. Третий пункт. Мы добавляем туда правдоподобных деталей. Это вот как раз о чем говорила Дина Сергеевна. Неправдоподобное что-то, даже в научной фантастике, читатель просто не воспримет. Это не будет в рамках его картины мира. Добавляем детали, чтобы было все живо и хорошо. И последнее оставляем выводы. Многие научно-фантастические произведения относятся к разряду, скажем так, незаконченных, которые можно домысливать. И здесь вывод, четвертый пункт, остается на волю читателя. Какие вы выводы сделаете? Как вы проинтерпретируете то, что вам явлено? Итак, во второй части мы рассмотрели четыре типа исследования прогресса и четыре пункта, как сконструировать фантастическое произведение. И переходим к завершающей, третьей части. Она как раз посвящена миру победившего разума. Здесь у меня больше вопросов, чем ответов. Вопросы, может быть, к вам, может быть, не к вам. Может быть, кто-то знает ответ. Вообще, возможно ли, чтобы разум победил? Если возможно, то чей разум победит? Человеческий или иной? Вот Клиффорд Саймак дает очень интересные ответы. Иногда дает, иногда оставляет нам додумать. Что интересно, у него в некоторых произведениях, например, в произведении «Город» или в произведении «Страшилище» несколько базовых предположений изменены. Ну, например, возьмем «Страшилище». Там есть робот Нелли. Она, она, оно, он, робот Нелли, она, непонятно. Есть ли половая принадлежность у роботов? Неизвестно. Так вот, Нелли – бухгалтер. Логично. Машина, счет, учет, все хорошо. Одно плохо. У Нелли есть эмоции. Женщины. А? Женщины. Женщины. Хорошо. У Нелли есть эмоции. Она строго следит за соблюдением правил корпорации, которая ее создала и наняла на работу. Можно ли нанять робота на работу, кстати, вот вам вопрос. Но те, кто нарушают правила, она очень на них сердится. А вот когда робот сердится, это уже очень интересно с точки зрения литературы. Как это описано? Что там описано? В том же произведении, в страшилищах, рассмотрен другой путь эволюции. Там планета, на которую прилетели представители корпорации, заселена разумными, как вы думаете, кем? Растениями. Растениями. Совершенно верно. Растениями. То есть применен прием, а что если. А что если разумными стали не представители животного мира, например, люди, а представители мира растений. Там есть ружейные деревья. Они могут вас обстрелять, если вы им чем-то не понравитесь. Там есть поющие деревья. Они могут вам сыграть чудесную симфонию. И один из земных композиторов отказался от всех земных благ. Украл космолет. Разбился на нем на этой планете. Продержался на ней год. И понимает, что ему уже не хватает никаких средств, ему скоро умирать. Но он не жалеет. Почему? Потому что он слышит чарующие симфонии композиторов этой планеты. Деревьев поющих, которые исполняют эти симфонии. И он говорит, что любой человек, который раз услышал эти симфонии, ни за что их уже ни на что не променяет. Так чей же разум победит? Человеческий или иной? Если человеческий, то на этом этапе эволюции, вот как мы с вами, или некие такие вот сверхлюди, которые наберутся еще знаний, мудрости, опыта. Может быть, сконтактируют с другими представителями иных цивилизаций. И от них тоже чего-то почерпнут важного и ценного. Ну, Саймак не дает однозначного ответа на этот вопрос. Например, в произведении «Марсианин» он описывает ситуацию, когда вернувшийся с Марса космический аппарат привез с собой четыре трупа людей из экипажа и одного оставшегося в живых, но свихнувшегося члена экипажа. И в ящике также была так называемая «меховушка», то есть какое-то меховое создание, которое почти не двигалось. И было понятно, что это «Марсианин». Что же этот «Марсианин» сделал? Он обладал такой способностью, как издавать ультразвук. Причем на таких частотах, которые сводили с ума окружающие. Здесь победил человеческий разум. Победил. Но путем насилия. Меховушка была уничтожена. В целом Саймак, который начал писать в 1931 году, это «Великая депрессия», который свое одно из самых значительных произведений «Город» написал в 1952 году, это после Второй мировой войны, «Отрицательно относился к насилию». В его знаковых произведениях люди пытаются проявить агрессию против иных форм разума. Например, в цитировавшемся до этого фрагменте из «Детского сада» люди пытались сбросить атомную бомбу. Но машина инопланетная, на которую пытались это сбросить, уничтожила эту бомбу без всякого вреда для окружающих. В другом произведении «Все живое», где также были разумные лиловые цветы, оккупировавшие город Миловилл, родной город Саймака. На них тоже пытались, ну, как пытались, была задумка у пентагонского генерала использовать ядерное оружие. А вдруг чего случится? А вдруг что-то произойдет? Но лиловые растения, они на то и разумное существо, что они сразу уничтожили любое ядерное оружие. Все ядерное оружие было уничтожено. Мы видим здесь гуманизм, который процветал практически у любого представителя научной фантастики, начиная где-то с 50-х, 60-х, 70-х. Все это продолжается и по сей день. Научной фантастики гуманизм – это один из основных принципов построения произведений. Если разум побеждает, то он побеждает во имя добра, во имя справедливости и других высоких идеалов. Те же самые лиловые цветы, которые оккупировали город Милвилл, в конце концов признали, что люди, как вид, как человеческий род, очень ценные. По одной простой причине. Только люди, из всех рас, с которыми контактировали эти лиловые цветы, смогли оценить их красоту. Видимо, это наше предназначение разума с точки зрения Саймака и других подобных ему писателей, чтобы уметь видеть красоту там, где на первый взгляд может быть безобразно, уметь видеть разум там, где на первый взгляд может показаться глупым, и уметь видеть добро среди проявлений зла. Спасибо.